Что объединяет учеников девятой школы и воспитанников детского дома номер 17? Увлечения. Все они шьют кукол, причем каждая из них вполне может стать экспонатом музея. Пусть помещения маловато, зато ребята с удовольствием занимаются в кружке национальной куклы. Раз в неделю педагог Галина Юркевич проводит мастер-классы воспитанникам интерната. Под ее руководством получаются практически шедевры. Для наших детей, воспитанников детского дома, очень важна тема семьи, материнства. И мы начинаем с малюток, с куклы малютки, куклы скрутки или с куклы младенчика. Вот покажите эту куколку, вот такую куколку. Вначале они поют, слушают песню колыбельную, как раньше относились к младенцу, какие слова ласковые, какими ласковыми словами обращались к этому младенцу. И вот они слушают, смотрят, и им самим хочется обыграть эту куклу. Перед началом занятий с материалом курс теории. Под уютные фольклорные песни дети узнают о героях и обычаях коми народа, разыгрывают сюжеты известных сказок, для наглядности используют готовые куклы. Спустилась Заринь на землю и увидала молодого парня. Кто ты такая? Я Заринь, дочь бога Хьена. А ты кто? Я Пера, хозяин одежды мест. Для создания, на первый взгляд, простой куклы-малютки требуется немало опыта. Многие девочки уже освоили эту технику. Теперь мечтают сделать настоящую куклу в подарок любимому руководителю. Вот это вот я делаю скрутку, чтобы потом сделать из этой скрутки маленькую куколку. Это мочало. Из него я делаю куклу. Она делается... Нужно сначала взять, отрезать, намочить водой. А потом слаживать. Вот так вот слаживать. Сложить пополам. Сложить пополам. Потом взять еще один кусочек, отрезать. И вот в эту вот так вот засунуть. Получаются руки. Потом еще раз так сделать, сюда завязать. Здесь будет голова. Два года подряд объединение «Национальная кукла» получало гранты финансовой поддержки. 2010-й не стал исключением. 10 тысяч рублей пошли на покупку магнитофона и фотоаппарата. Благодаря денежным премиям Галине Павловне удалось побывать на московской выставке «Северная цивилизация-2010». Там она получила диплом первой степени. Кстати, в других регионах России, а особенно за границей, кукла в национальном костюме весьма востребована. У печерской мастерицы есть даже постоянные покупатели. Возможно, в скором времени вот такой очаровательный оберег для детей появится в каждой печерской семье.